Брак Высоцкой оказался фиктивным, пошла на всё ради карьеры. Юлия Высоцкая уже много лет замужем за Андреем Кончаловским. Поначалу в эти отношения никто не верил. Молодая актриса, которая вступает в союз с известным режиссёром, всегда вызывает подозрения. А у этой пары, к тому же, была большая разница в возрасте. И поклонники подозревали телеведущую в корыстных мотивах. Не просто так. Один раз она уже успела вступить в брак по расчёту. До встречи с Кончаловским Юлия несколько лет была женой коллеги Анатолия Кота. Артист известен по ролям в Каменской, Маргоше и других популярных сериалах. Вовсе не пылал к девушке нежными чувствами. Он согласился жениться на Высоцкой по её просьбе. Анатолий и Юлия учились в Минском театральном училище. Девушки предложили место в труппе, но устроить не смогли. И она была россиянкой и не получила разрешения на работу. Тогда она и обратилась за помощью к приятелю-белорусу. Тот согласился, актриса получила гражданство и работу. А вот с Андреем Кончаловским вла под венец уже по любви, что доказало их многолетняя совместная жизнь. Телеведущая активно ведёт соцсети, выпускает видео с авторскими рецептами своих кулинарных шоу. В мае СМИ сообщали, что артистка решила покинуть Россию, чтобы отдохнуть. Однако эта версия позднее не подтвердилась. Летом артистка была в Санкт-Петербурге. В сеть она выкладывала программу «Высоцкая отвечает», в которой прогулялась по любимым местам в мегаполисе. В июле она участвовала в постановках «Супруга» с ценной супружеской жизни, вишневый сад и украшении «Строптивой». В августе артистка, судя по публикациям, побывала во Франции, где занималась съёмками. В сентябре Высоцкая рассказала, что дала интервью журналу и назвала его интересным опытом. В беседе с психологом Леонидом Кролем она рассказала об отношениях с отцом. В октябре артистка прибыла в Красноярск. Там она отыграла спектакль «Супружеская жизнь. Перестройка». Также она устроила в городе небольшой гастрономический тур. С 2003 года Высоцкая вела на телеканале Лентова субботнюю кулинарную передачу «Идим дома». В 2010 году стартовал проект «Завтрак с Юлией Высоцкой». Кроме того, она с 2009 по 2017 год возглавляла кулинарный журнал «Хлеб с соль», а также под её руководством запустилась социальная кулинарная сеть «Идим дома.ру». и первая кулинарная интернет-телевидение «Едим дома.тв». Высоцкую также знают по кулинарным книгам, общий тираж которых превысил 2 миллиона экземпляров. Она выпустила почти 50 книг, рассказывающих о нюансах приготовления праздничных, будничных и диетических блюд, а также консервации десертов и другого. В сентябре 2018 года запустила шоу «Сладкое солёное», и «Мне это нравится» на своём YouTube-канале. У Высоцкой есть несколько ресторанов. Субтитры создавал DimaTorzok